Тема лекций Правовые и информационные основы государственного финансового контроля. План лекций Первое. Правовые основы государственного финансового контроля как и института финансового права. Второе. Законодательные и нормативные акты Республики Казахстан, определяющие финансово контрольные полномочия специализированных и иных органов государства. Первое. Правовые аспекты к определению государственного финансового контроля. Четвертое. Концепция развития системы государственного финансового контроля. И пятое. Информационные основы государственного финансового контроля. Актуальность формирования законодательно-нормативной системы государственного финансового контроля в рыночных условиях была связана со следующими объективными причинами. Это с увеличением объемов эспеликанского и местных бюджетов, с ростом числа бюджетных программ, в том числе и инвестиционных программ, с увеличением объемов бюджетных средств, выделяемых на развитие реального сектора экономики и решения социальных задач государства, а также связана с низким качеством исполнения бюджетных программ и с высоким уровнем нарушения требований налогового и бюджетного законодательства. Правовая база финансового контроля – это конституционное определение и закрепление основных целей и полномочий контроля, законодательное установление задачи, функций и полномочий контрольных органов и их работников, регламентирование и регулирование содержания деталей и особенностей процесса контроля путем издания подзаконных нормативных правовых актов, в том числе собственных актов контрольных органов. Нормативно-правовая основа деятельности по существованию финансового контроля составляет конституции, в которых устанавливаются исходные начала и принципы финансового контроля. Определяются полномочия субъектов парламента, главы государства, правительства, министерства финансов и счетной палаты. Регламенты парламента, которыми регулируются отдельные стороны финансового контроля. Порядок рассмотрения финансовых законопроектов в комиссиях и комитетах парламента. Порядок внесения и рассмотрения поправок. Порядок рассмотрения отчета об исполнении бюджета. Законодательные акты, действующие в любом государстве, на основании положения Конституции в строгом соответствии с ней, должны приниматься к исполнению. Правовые акты государственного финансового контроля регламентированная деятельность специально контролирующих органов за соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины всех экономических субъектов. Также правовым актом государственного финансового контроля является элемент управления финансовыми и денежными потоками для обеспечения целесообразности и эффективности в финансовых операциях. Основной законодательный нормативный акт Республики Казахстан, определяющий финансово-контрольные полномочия специализированных и иных органов государства, является Конституция, Бюджетный кодекс, Кодекс о налогах и других обязательных принадлежах, закон о государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, закон о Национальном банке Республики Казахстан, закон об инвестициях, закон о рынке ценных бумаг, закон о валютном регулировании, валютном контроле и другие. В соответствии с указом президента Республики Казахстан, в 2012 году была утверждена стратегия развития концепции внедрения государственного аудита в Республики Казахстан. Цель этой концепции была определение основных направлений и концептуальных подходов к внедрению государственного аудита, дальнейшее развитие действующей системы государственного финансового контроля. Цель государственного аудита – это повышение эффективности управления и использования государственных средств, активов государства и квази-государственных сектора на основе оценки и проверки деятельности государственных органов. Также целью государственного аудита является повышение ответственности субъектов к квази-государственному сектору в развитии экономики или отдельных ее отраслей. Система государственного аудита и финансового контроля обеспечивает президента, парламента, правительства Республики Казахстан и общественность объективной и достоверной информацией об использовании выделенных бюджетных средств и активов государства в соответствии с принципами законностей, экономичности, результативности, а также эффективности деятельности государственных органов. Порядок формирования введения единой базы данных по государственному аудиту и финансовому контролю и пользования данными регулируется правилом формирования и введения единой базы данных по государственному аудиту и финансовому контролю и пользования данными, разработанные в соответствии с законом о государственном аудиту и финансовом контроле. Целью формирования и введения единой базы данных по государственному аудиту и финансовому контролю является оптимизация управленческих процессов при проведении государственного аудита и финансового контроля, а также экспортно-аналитической деятельности органов внешнего государственного аудита и финансового контроля. Следующей стелью является исключение дублирования деятельности органов государственного аудита и финансового контроля. Также обеспечение признания результатов государственного аудита, обмен информацией с органами государственного контроля и надзора иными государственными органами, объектами государственного аудита. Также целью формирования единой базы данных является проведение полномочным органам по внутреннему государственному аудиторию коммерального контроля, а также проведение электронного государственного аудита. Единая база данных формируется на основе информационной системы счетного комитета, интегрированные с информационными системами других государственных органов. В представлении сведений в единую базу данных осуществляется органами государственного аудита и финансового контроля, а также объектами государственного аудита и финансового контроля, аудиторскими организациями, осуществляющими аудит специального назначения объектов квази-государственного сектора и иными поставщиками информации, формирующими ведомствами и государствами. Единая база данных администрируется отчетным комитетом, который несет ответственность за ее эффективное функционирование, сохранность и безопасность размещенной в ней информации. Единая база данных интегрируется с системой электронного правительства и информационными системами государственных органов. Единая база данных содержит следующую информацию. Объекты государственного аудита и финансового контроля, включенные в систему, управляющих рисками. Перечень объектов госаудита и финконтроля на соответствующий год. Результаты государственного аудита и экспортно-анатистских мероприятий и органов. Результаты аудита специального назначения субъектов в квази-государственном секторе. Бюджетные программы, подпрограммы, администратора бюджетных программ, вышестоящего бюджета. Отчеты о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования в выделенных целевых транспортах в соответствии с бюджетной программой. Отчеты о вводе данных в единую базу данных и обеспечение их сохранности, актуализация сведений, внесенных в единую базу данных в соответствии с информацией, представленной органами госпиталбита, анализы и обработки информации, находящейся в единую базу данных. Также администрированный включает контроль за своевременным и достоверным вводом данных в единую базу данных организации по госпиталбиту и объектами по салбитам. Установление критерий для функционирования системы управления в ВИСК, интеграция единой базы данных с системой электронного правительства, информационной системой государственных органов.